Сегодня ответим на несколько вопросов. Первый из них, как подогревать бассейн, как я его подогреваю и сколько уходит дров на его подогрев. Второе, как я содержу бассейн, то есть воду в бассейне в чистоте. Вода кристально чистая, изначально она была мутная и как этого я достиг. И третий вопрос, что помимо чистой воды нужно еще содержать в чистоте. Речь пойдет о чистом воздухе. Как я его проверяю и что делаю. Итак, поехали. Изначально имеем такой бассейн емкостью 5,5 кубов. К нему подключен шлангами такой обогреватель Neptune через обычный дренажный насос. И на выходе стоит фильтр. Я его уже показывал, покажу еще. Тележка дров, 23 килограмма дров, обычная сосна, я взвешивал. Изначальная температура 23,7 градусов. На улице 25, а температура воды 23,7. Как это возможно? Во-первых, это утепление. Утепление 5 сантиметров пеноплекса. И второе, вот эта вот сверху накидка. Она нагревается и буквально становится горячей. Благодаря этому удается сохранить тепло. Сейчас затестируем, насколько 23 килограмм дров, самых обычных, хватит, чтобы поднять температуру. Время почти 18 часов. Начали топку. Изначально я думал, что дрова могут быть высокими. Но пламя вылетает и получается, что часть КПД уходит в небо. Поэтому дрова все-таки лучше делать сантиметров по 30. Воду по шлангу забирает он тот дренажный насос. Попадает в нагреватель. И возвращается самодельный фильтр. Фильтр набит синтепоном, который периодически приходится стирать. Но работает он очень эффективно. Вода идет заметно теплее, чем в основном в бассейне. Но замерять температуру уходящей воды смысла нет никакого. Потому что все зависит от напора. Напор должен быть достаточно приличный, чтобы не было перегрева. Рекомендуется, чтобы вода не превышала 40 градусов. Обжечься, а сам нагреватель невозможно. Он тепленький. Потому что внутри вода. Единственное, хотелось бы сделать такую доработку. Внизу поддувало. Если его прикрыть, то интенсивность горения снизится. И можно этим самым регулировать интенсивность горения. Но, к сожалению, эту функцию производитель не предусмотрел. Итак, 1849. Прошел практически час. И температура у нас поднялась до 25,1 градуса. Кстати, заметил, что первое время температура поднимается медленнее. Потом котел выходит на режим. И температура поднимается поживее. Время 19.49. Прошло 2 часа. Температура 25,7. Поднялась ровно на 2 градуса. Казалось бы, на 2 градуса за 2 часа. Но в этом есть фокус. Чуть позже покажу в чем. Печь я затушил. Температура 26,7-26,9. Поднялась вроде бы на 3 градуса. Но в чем прикол? Он показывает температуру самого дна. Где температура может изменяться незначительно. А вот что на поверхности. 35, 36, 36, 2, 36, 3, 36, 4. Даже выше. Поэтому говорить, что котел натопил всего лишь на 3 градуса, не совсем верно. Все зависит от методики замера. Реально, если воду перемешать, то будет где-то 35,7. 35,5. То есть, по ощущениям, она очень-очень теплая. Что же, остается купаться. После нагрева, за счет того, что утепление сделано внизу, вода держит температуру около 3 дней. Вот сегодня температура 32 градуса на следующий день. И купаться вполне приятно. Теперь, ребят, пару слов о чистоте воды в бассейне. Существует много способов, в том числе народных, которые я разделяю, которые не разделяю. Если отбросить специальную химию для бассейна, то люди чаще всего используют перекись водорода. Что такое перекись водорода? Это H2O2. Отличается от воды только лишним атомом кислорода, который быстро высвобождается и соединяется со всей органикой, которая находится в бассейне. Эффект от этого, безусловно, есть. Очень сильный, потому что все сразу связывается. Но вопрос цены. Хорошая канистра перекись водорода стоит больше 1000 рублей. Так вот, если посчитать стоимость химии специально для бассейна, то она выходит дешевле. Первое, что рекомендую сделать, это посмотреть, какая кислотность воды. Проверить pH. Для этого используются обычные лакмусовые бумажки стоимостью несколько десятков, ну, может, 100 рублей. Ничего специального покупать не надо. А дальше есть препараты. pH+, pH-, они тоже профессиональные, но стоят приличных денег. Если pH очень высокий, то есть щелочной, его нужно закислить. Лимонная кислота стоит вообще 3 копейки. Добавляйте, pH падает. Если же, наоборот, pH слишком низкий, его нужно повысить, используйте обычную пищевую соду. Так вот, чтобы связать всю органику, нужен накислитель. Это или кислород, который получается перекись водорода, либо самый популярный хлор. В прошлом году я использовал обычную белизну. Это хлор, содержащий препарат, который добавляешь, и вода не цветет. У него есть и плюс, и минус. Плюс это дешево, минус то, что хватает ненадолго. Не знаю, с чем это связано, но добавлять его приходилось каждые трое суток. Сейчас я пришел к двум препаратам. Первый – альгитин против роста водорослей. Это катионный паф. Добавляю всего лишь 2-3 раза за сезон, хотя по инструкции пишут чаще. И вот на такой бассейн вот этого флакона хватает на сезон, еще и остается. В качестве хлорсодержащего препарата использую Хлоритекс. Тоже очень экономный препарат. Вот бассейн, вот этот сейчас стоит около двух недель. Он фактически полный. То есть первая ударная дозировка здесь по инструкции была разведена в воде и выплеснута. Сейчас же я добавляю чайную ложку каждые 2-3 дня. Причем не разводя в воде. Просто сыплю. И он работает частично, как медленный хлор, постепенно растворяясь. Чего бы я добавил к этим препаратам? Возможно, это коагулянт, который всю грязь связывает в хлопья, и ее легче убирать. Ну и последний, третий момент, о котором я сегодня хотел рассказать, это чистота воздуха в доме. Или в квартире, где вы живете, неважно. Это очень важный показатель. Это то, что мы получаем постоянно, через дыхание, именно от хорошего воздуха зависит наше самочувствие, то, как мы высыпаемся, ну и, соответственно, наше здоровье. Здесь не обойтись без определенного прибора. Давайте я вам о нем расскажу. Очень помогает мониторить качество воздуха монитор даджет Atma 8. Это самая навороченная модель из всех Atma. Есть Atma 3, Atma 7, Atma 8. Это имеется встроенный аккумулятор на 3000 мАч. Ну и не стоит обольщаться, что его хватит надолго. Благодаря тому, что есть принудительная рециркуляция воздуха, постоянно работает моторчик, и он потребляет, ну, приличное количество энергии. И хватает его, ну, меньше, чем на день. За это время этот прибор можно перенести из одной комнаты в другую и узнать, где, какое качество воздуха. Ну, а потом поставить на зарядку через микро-USB. Давайте попереключаемся между экранами. Сзади есть кнопка и есть график показания формальдегида. Вот какое-то время он был достаточно высок. Можно переключаться между экранами и выводить каждый показатель на экран крупным планом. Вот показания частиц, невидимых глазом, и показания СО2. На главном экране видим первый показатель, показания формальдегида. Он не должен превышать одну десятую. Здесь все в норме. Второй показатель, ТВОК, это показания летучих органических соединений. Тоже здесь все в норме. Не должен превышать, чем 0,5. Температура, влажность и содержание СО2. Для хорошего сна, в идеале, это меньше, чем 800. Допускается меньше, чем 1000. Проведем небольшой эксперимент. Возьмем электронную сигарету и немножко пустим пара. Как видим, резко увеличилось количество частиц размером 2,5. Даже зашкаливает. Прибор очень чувствительный. Показания органических соединений тоже выросло до 0,4. А вот показания формальдегида остаются в норме. Итак, Atma 8 можно найти на любых маркетплейсах. Один из примеров в Alberis я оставлю в описании. Ну а на сегодня все, друзья. Как видите, за мной баня уже более-менее нарядная. Строительство ее продвигается. Следующий ролик будет о том, как я обшил ее сайдингом. Так что подписывайтесь, не забывайте жать на колокольчик. Пока.